Мы продолжаем читать 26-е слово преподобного Аввы Исаии. Из первого тома «Добротолюбие» обратимся к 13-му абзацу этого слова. «Сказал опять, перенесение поношения и уступление воли своей ближнему по Богу, чтобы не дать войти посреди врагу, обнаруживает человека деятеля. Ибо если кто бодренный имеет ум и с разумом есть под ногами Господа Иисуса Христа, то он станет заботиться отсечь свою волю для того уже, чтобы не быть отлучен от возлюбленного своего Господа. Свою же удерживающий во всем волю даже с верными немирен бывает, потому что малодушие, гнев и огорчение на брата всюду сопровождает сердце его, говорящий «Ничего мне не будет, если поговорю или послушаю», подобен слепому, который и когда вводит его, и когда выводит, не видит света. «Разумите это из того, что бывает с солнцем, что его светлость и теплоту покрывает и малое набежавшее облако, но это не для всех явно, а только для тех, которые имеют видение». Вот по мысли Авы Исаии, это та причина, по которой мы все бываем немирными, по которой мы все бываем раздраженными, порой доходя до совершенного опустошения и отчаяния. Так что приходим, говорим, я не знаю, как жить дальше, меня постоянно, я нахожусь в постоянном возбужденном, раздраженном состоянии, так что даже молитву одну прочитать не могу. Потому что мы всегда хотим, чтобы все было по-нашему. Это с точки зрения мира всего нормальное желание. Оно нормальное для детей, оно нормальное для жен, для мужей, для родителей, для сотрудников, для начальников, для всего мира. Каждый человек хочет, чтобы все было по его воле, ни больше, ни меньше. И мир держится хоть сколько-нибудь, только до тех пор, пока кто-то из людей понимает, что нужно уступить. Если все люди в один мгновение к ужасу Вселенной перестанут уступать, то все человечество со всем человечеством в какой-то небольшой перспективе произойдет то же самое, что с теми двумя баранами из известной притчи на мосту. Вот это всем понятные притчи, собственно говоря, хрестоматийные, как сказка о Колобке. И все это знают, и все это понимают. И слава Богу, всегда находятся те люди, которые уступают. И поэтому вот мир еще не рушится. Плох ли он, хорош, но он еще стоит. Если люди перестанут уступать, то он рухнет. Конечно, вопрос стоит, кто кому должен уступать, как правильно поступать и что уступать. Но речь идет в данном случае о христианах. И о христианах не просто случайных, а христианах вдумчивых и знающих Бога. И вот к этим вдумчивым и знающим Бога христианам, Ава Исаия говорит, что вы должны для того, чтобы сохранить свое видение, для того, чтобы сохранить свои отношения с Богом, хотя бы ради этого, вы должны научиться отсекать свою волю. Научиться отсекать свою волю. Это очень важный, очень значимый компонент духовной жизни. Понятно, что монах, приходящий в монастырь, он дает определенные обеты, и его к постушанию приучают. Но в том-то и дело, что постушание для него, это постушание там, ну, в какой-то степени духовнику, в какой-то степени игумену, в какой-то степени старшему монаху над ним. И человек пытается так делать, он пытается слушаться. Не всегда это получается, иногда он делает это с ропотом, иногда с нежеланием, но в целом он понимает, что если он не будет слушаться вообще, монастырская жизнь для него закончится, поэтому слушается. Но во всех остальных случаях, там, в той сфере, которая не регламентирована игуменом, старшим монахом или духовником, старцем его, он старается в этой нише вести себя так, как ему хочется. И пытается вот именно в это время, это бытийное пространство освободить для того, чтобы жить по своей воле, только по своей, делать то, что он хочет. И именно это и бывает всегда для монашествующих, является камнем преткновения, разрушают и их жизнь, иногда даже разрушают и губят целые монастыри. Такое тоже в истории церкви известно и наблюдалось. Но это когда касается монаха. У христианина для этого, мирянина, больше возможностей. У него нет, строго говоря, старца, который делает ему четкие рекомендации, которые он четко должен исполнять. У него, если он особенно мужчина, то в семье он вообще полный хозяин, что хочет, то и делает. Если только на работе у него есть начальник, он делает, что скажет начальник. А если он сам начальник, то, по сути дела, кроме законов, над ним вообще ничего нет. Его жизнь не регламентирована. Он ведет себя как хочет и строит свою жизнь как хочет. И именно по этой причине он не способен достигнуть хоть какой-то ступени духовной жизни. Он может быть верующим, он может ходить в церковь, исповедаться и причащаться. Но духовная жизнь в нем так и не начинается. Потому что начинается именно с того момента, когда человек сознательно начинает творить послушание. Сначала послушание Богу он приходит именно потому, что Бог велит прийти и исполнить заповедь свою. И он начинает исполнять заповеди Божьи так, как они ему открываются. А это значит воспитывать детей, любить свою жену, честно исполнять свой долг, не за страх, а за совесть почитать все законы, которые написаны и так далее. Платить установленные подати, налоги, суммы, отчисления и так далее. Человек, ставший ради послушания, вот именно он выбрал позицию, надо слушаться Бога. Только так может созидаться моя жизнь. Человек, выбравший послушание Богу сознательно, он сразу попадает как бы на сковородку. Его начинает сжечь со всех сторон, потому что жить становится невыносимо. У него нет начальника, у него в семье он хозяин, а он не может иметь свободного времени. Вот, постепенно он погружается в то, что он не может жить так, как хочет жить, хотя никто им не управляет, и никакого начальника над ним нет. Но приходит человек, просит, и он должен исполнить его просьбу. Подходит ребенок, говорит, папа, пойдем поиграем, и он должен поиграть. Приходит жена, говорит, нужно сделать вот это, он приходит и делает, надо же помочь. Он приходит, скажем, выходит на улицу, подходит какая-нибудь соседка и говорит, вы не могли бы меня выслушать, или такая у меня просьба. Он на дороге должен остановиться, потому что там стоит человек. Он должен не проехать мимо человека, который сломался. Его вся жизнь становится опутанной, постоянно встречающимися поводами к тому, что нужно сделать то, что велит Бог, а не то, что хочешь сделать сам. И вот эта ситуация, человек искренне решившийся на послушание, уступая, отказываясь от того, что ему надо ради того, что нужно Богу, он постепенно доходит до того, что он начинает понимать и чувствовать необходимость. У него, разумеется, раз он слушается Бога, у него сознательно слушается Бога, исполняет его заповеди, у него начинается духовная жизнь, и она просвещает его очи. Он учится и сокрушаться, и плакать, и молиться. И мало-помалу он понимает, что фактически всякий человек, нуждающийся в нем, и ищущий от него что-то, есть тот самый ближний, из притча о милосердном Самарянине, и ему нужно помочь, и его волю нужно выполнить. Ты никуда не денешься. Ты должен уступить свою волю перед, как бы, смягчить, уменьшить свою волю, принизить свою волю перед волей другого человека. Это не сразу дается, и если это становится таким спонтанным решением человека, то она и к добру-то не приведет. Но постепенно, через постушание Богу в заповедях, как они открыты в Евангелии, человек доходит и до того, что он видит в каждом ближнем, посылаемого ему Богом человека, перед которым он должен смирить свою волю. Конечно, тут хорошо, что бывает не все вдруг и не все сразу, потому что иногда можно запутаться. И важно понимать, что есть случаи, когда постушание требует уступить, и есть случаи, когда постушание требует не уступать. Когда, скажем, самый простой пример, дальше каждый может домыслить его человек сам, когда кассиру на кассе магазина, допустим, или банковской кассе подходит человек и говорит, она верующая христианка, говорит, дайте мне тысячи рублей или десять тысяч рублей, она ради послушания не должна ему ничего давать, потому что она ответственно, она отвечает перед своим хозяином, работодателем, отвечает за эту сумму, эта сумма ей доверена, и она ее должна беречь. Это не ее личная сумма, эта сумма принадлежит другому человеку или юридическому лицу. Она не имеет права отсюда не взять ничего, иначе это будет не послушание, это будет воровство. И точно так же, скажем, из церковной кружки невозможно взять и дать, потому что ты берешь, ну кроме настоятеля, разумеется, ты берешь не свои деньги, ты берешь Божьи. Если ты хочешь сделать милость, сделай это из своих денег, а не из тех, которые тебе не принадлежат и которыми ты не должен распоряжаться. И вот таких случаев много, когда, например, муж требует одно, а начальство требует другого. Кого я должен послушать? Батюшка требует одного, дети говорят, а мы хотим вот так. Кого послушать? И поэтому вот недоумений и таких вот запутанных случаев в повседневной жизни человека отнюдь немало. И человек, искренне желающий слушать Бога, он очень легко может запутаться. Но вот как раз тогда, когда человек начинает плакать, когда он не просто пытается всем угодить, а когда он искренне пытается исполнить волю Божью и видит сколько в нем самом страха, греха, непослушания, уныния и жалости к себе, оплакивая самого себя, он как бы этим плачем промывает око своего ума. Так что око, омытое слезами плача о своих грехах, оно начинает видеть вот в этой ситуации, кого я должен послушать. Потому что в повседневной жизни все совсем не так однозначно, как может показаться на первый взгляд. И иногда в повседневной жизни послушаться надо совсем не того, кого привык слушаться, вот не обращая на этого внимания. Казалось бы, скажем, священника нужно слушаться во всех случаях, это же священник. Оказывается, очень немало случаев, когда слушаться надо совсем не священник, а другого человека, который вот что-то от меня требует или желает, чтобы я выполнил. Это именно потому, что в принципе-то человек должен научиться слушаться Бога. Если он не понимает, что главное это послушание Богу, и только ради послушания Богу мы отсекаем волю перед тем или иным человеком, потому что веруем, что вот это от меня сейчас ждет Бог. А если этого не видеть и не понимать, то можно стать просто человекоугодником, и ничего хорошего из этого не выйдет, ибо сказано, Господь рассыпа кости человекоугодников. Поэтому человек послушный, человек научившийся слушаться Богу, отнюдь не тот человек, который всегда говорит «да». Потому что такому человеку как раз очень часто приходится говорить «нет» ради послушания другому, другой воли, то есть воли других людей, других институтов, через которых явлена воля Божья, он должен говорить некоторым людям и некоторым обстоятельствам «нет, я не могу это сделать». Тут не важен сам принцип, всегда говори «да» или всегда говори «нет». или просто научиться говорить «нет». Тут важно другое, надо научиться слушаться Бога и омыть внутреннее око ума стезами покаяния пред Богом, которому мы творим непослушание. И когда плача в собственном непослушании, омоет око ума, тогда человек начинает видеть, где и как, через что он может слушаться Богу. Ну и прочитаем еще 20-е слово, 20-й абзац, 26-го слова. «Сказал опять, что малодушие порицания кого-либо мятежом наполняет ум и не дают ему видеть свет Божий». Вот мы только что говорили о том, что нужно смирять себя и слушаться Бога, и через плач о своем непослушании добиться того, чтобы око ума было чистым, вот мы встречаем на этом пути препятствие. Если мы при этом начинаем малодушествовать или порицать кого-либо, то наше око, очищаемое слезами, начинает снова наполняться мятежом, и мы от малодуши, то есть из-за страха и из-за того, кого осуждаем, кого-то осуждаем, мы не можем ясно видеть, что ждет от нас Бог, кого мы должны слушать, как мы должны сейчас послушаться Бог. И получается как бы почти хрестоматийный пример. То есть человек, чувствующий, что он заблудился, запутался, что он не знает, что ему делать, как ему быть. Ситуация безвыходная, никакого выхода он из нее не видит. Отношения с людьми запутались, все вокруг него в обиде, он сам на всех обиде, молиться он не может. Как решить наступившие проблемы финансовые, социально-бытовые, психологические, он не знает. И вот этот накапливающийся груз, неразрешимых проблем, он просто начинает сводить его с ума, вводя в депрессию, отчаяние, непрерывную тоску. И в конце концов, даже очень сдержанный человек, нет и нет, начинает думать, ну, наверное, во всем этом Бог виноват. Потому что он не дает, я молюсь, я прошу его, а толку никакого нету. Ничего Бог меня не слышит. Батюшка, какой я грех сделал. Почему у меня все так плохо? Почему все так запутано? Почему беспросветная нищета и беспросветные социально-бытовые неустроенности, неудобства? Только выкарабкаемся с сыном проблем, только с сыном решим, с дочерью проблем, только там решим, с племянником проблемы, только тут с мужем проблемы. Это невыносимо, я покоя себе не могу найти. Что такое происходит? Может, меня сглазил кто-то, может, на меня какое-нибудь проклятие наложено, может, у меня какие-нибудь грехи есть, какие-то нераскаянные. Ну, почему так все запутано в моей жизни? Этот вопрос очень часто задают. Задают его лично, задают его на исповеди, задают его в социальных сетях постоянно. Вот почему так все запутано? Но вот это смущение помыслов, это внутренняя мятежность, то есть когда все чувства возмущены, когда нет ни мира, ни уверенности, ни веры, ни доверия, а только расслабленность, уныние, пустота, тоска, вот это все, оно обусловлено тем, как говорит в этом небольшом крошечном абзаце Иоанн Лестичник, порицание кого-либо. Ничтожный, неважный грех. Мы думаем, что это сваливается за нас, за какие-нибудь там убийства, или там многие говорят, наверное, я там на кладбище что-то не так сделала, или там, наверное, я вот в храме что-то не так делаю. Да нет, все это зависит от той вещи, на которую мы меньше всего обращаем внимание. Когда мы ругаем, осуждаем, порицаем, укоряем нашего ближнего, именно это приводит к тому, что наш и ум, и сердце постоянно возмущены. Конечно, наши ближние, они могут быть неправы. Даже я охотно соглашусь с тем, что они почти всегда неправы. И дороги у нас действительно ужасны. И там пенсия у нас несомненно маленькая, и продукты у нас плохого качества, и цены у нас высокие, а бензин у нас никудышный. И то-то у нас плохо и в этом поселке, и в мегаполисе, и в столице, и не в столице, и в лесу у нас рубят, и грибы у нас не растут, и рыба у нас не водится, и шоколад у нас плохой. Я готов со всеми этими упреками согласиться, вот, что на все это есть основания. Но само это порицание кого-либо, порицание чего угодно, оно приводит ум в такое состояние, что он постоянно возмущен. А возмущенный ум молиться не может. А если мы не молимся, то Дух Святый на нас не сходит. Бог с нами не соприкасается. Мы обезбоживаемся все дольше и больше. И в конце концов, это возмущение мыслов, вечное недовольство, оно переводит не только, скажем, с явлений социальной действительности. Вот. Мы начинаем возмущаться соседям, почему они всегда пьют, или почему они всегда стучат, или почему они всегда слушают музыку, почему у них всегда грязно, почему у меня жена всегда не вовремя готовит кушать, не вовремя моет посуду, не вовремя стирает, почему мои дети всегда получают тройки, почему учителя сегодня не могут научить нормальных детей, почему в больнице мне не оказывается временная помощь, почему у меня болит это, почему у меня болит то. Человек начинает, вот начал вроде с объективных вещей, ну действительно возмущен дорогой из пункта А в пункт Б. И постоянно возмущаясь этой дорогой, он начинает возмущаться лесом вокруг этой дороги, мусором сначала вокруг дороги, потом неказистыми сосенками, потом лесом вообще, потом воздухом, которым он дышит, потому что он неказистый, водителями, как они ездят, обочиной дороги, собственной машиной, которая то ломается, то не ломается. Все это потом приносится в семью и так постоянно человек порицающий становится постоянно возмущенный, постоянно вот в таком раздраженно-возмутительном состоянии. Но ему-то самому кажется, что он возмущен по существу, по теме, он справедлив, хотя он давно уже не справедлив. Единственная справедливость его была только в том, что дорога была объективно плохая, во всем остальном он не справедлив вообще. Но начав с этого порицания, человек доходит до порицания вообще всего и вся, фактически порицая даже близких ему людей, любящих людей и самого Бога. Вот так, когда эта неуравновешенность, когда это не сдерживаемое ничем порицание распространяется вширь, вглубь народной среды, ничем не останавливаемое, тогда и происходит революция. Она происходит не потому, что люди очень возмущенные, так возмущенные, что в своем возмущении смогли что-то опрокинуть или что-то разрушить. Революция происходит потому, что никто ничего не хочет делать, никто ни за что не хочет нести ответственность, и никто не молится Богу. И Бог наступает разруха, как это сказал за уважаемый профессор из собачьего сердца, указывая, где на самом деле находится разруха. И вот это порицание приводит к разрухе души, ума, социального быта, семьи, народа, государства. Бог оставляет людей, которые порицают, потому что они не способны видеть те благодеяния, те милости, те щедрости, которые он им оказывает. Порицанию противоположно благодарение. И поэтому нас призывает церковь всегда благодарить. Но мы, возвращаясь к словам Авы и Саи, вспоминаем, что вот с маленького порицания начинается мятеж ума, который приводит к разрушению всего. Насколько же важно избегать, бояться, порицать кого-либо и что-либо, сдержать свое поначалу, быть может, справедливое возмущение, но сдержать. И таким образом мы, да, мы все равно не исправились, порицание не исправит дороги, никакие будут, такое и будет, в том числе и из пункта А и в пункт Б. Оно какая была, такая останется и после революции, после двух мировых войн, и после всего она останется. И если она изменится, то только тогда, когда найдется среди людей, ездящих по эти дороги, человек, который научится благословлять. Сначала красота этого леса, красоту воздуха, красоту стихии, аккуратность водителей, которые ездят по этой дороге, а потом видеть, что не так уж много и ям, благословить людей, которые хоть что-то делают, хоть что-то залатывают, хоть что-то ремонтируют, что-то присыпают, и постепенно эта дорога сделается. Не потому, что кто-то ругал людей ее делающих, а потому, что кто-то благословлял тех людей, которые делают хоть что-то. А благословляя этих людей, он благословляет Бога. А благословляя Бога, он получает щедроты Божьи, изливающиеся и на него, и на его семью, и на весь народ. Это единственный путь, даже к социальному процветанию, не только к спасению, что само собой разумеется, даже к социальному процветанию, это единственный путь. Путь порицания, это не просто путь к революции, к путь к мятежу и возмущению. Путь порицания, это путь к вечной гибели. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok